В Караганде отметили 20-летие национальной валюты и День финансиста. 10 молодых карагандинцев призвали в пограничную службу КНБ. Впервые в шахтерскую столицу приехали индийские слоны. До 2015 года в Карагандинской области планируется отремонтировать больше 2000 километров дорог. В Караганде обновят центральные улицы, причем по новым технологиям. Кроме того, откроются новые авиарейсы в крупные города России. Подробности в следующем репортаже. Сегодня карагандинским дорогам уделяется большое внимание со стороны руководства области. Однако до сих пор существуют проблемы, которые требуют решения. Среди них эффективность ремонта и рациональное использование денег, которые на него выделяются. При ремонте дорог в области уже широко применяются такие материалы, как металлографированные трубы, щебеночно-мастичный асфальтобетон, разного рода присадки, обеспечивающие высокое качество и эффективность работы. В текущем году в Министерстве транспорта и коммуникации Республики Казахстан в рамках пилотных проектов применена новая технология СЛАРИ СИЛ. Эффективность применения, которая будет определена по итогам зимы. Чиновники уже разработали план до 2015 года, согласно которому планируется отремонтировать порядка 2000 километров дорог на общую сумму порядка 60 миллиардов тенге, в том числе и республиканского значения. В этом году начались работы на участке трассы Алматы-Астана и Астана-Тимиртау. Наряду с такими центральными улицами города, как улица Ерубаева и Нуркена-Апдирова, проспект Сейфулина планируется уделить особое внимание ремонту внутриквартальных дорог и проездов города. Считаем, что это особенно важно, так как большинство из них на протяжении многих лет не ремонтировались и пришли в состояние, не удовлетворяющее современным требованиям. Между тем, из Карагандинского аэропорта будут осуществляться рейсы в такие крупные города, как Москва, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Балхаш, Жасказган. Кроме того, будет проводиться работа по открытию новых авиарейсов по направлению Караганда-Павладар и Караганда-Шимкент. Об этом также сообщили на брифинге в областном Акимате. Николай Кровец, Габиден Куружбеков, Первый Карагандинский. В Караганде отметили 20-летие национальной валюты и День финансиста. Экономисты и банкиры в этот день были главными виновниками торжества. Их поздравил Акимобласти Баужан Абдишев. Подробности в следующем сюжете. Дамы в красивых и элегантных платьях, джентльмены в строгих костюмах. Внешний вид представителей экономической сферы города полностью соответствует моменту. Первым торжественно поздравил их с 20-летием национальной валюты и Днем финансиста глава Карагандинской области. Как подчеркнул президент страны, строя свою государственность, нельзя обойтись без собственной валюты. 20 лет – немалый срок. За этот период времени национальная валюта Тенге полностью укрепилась и стабильно вошла в экономический оборот страны. За 20 лет наша национальная валюта Тенге состоялась. Надо сказать, что национальная валюта Тенге выполняет все свои функции как средство обращения, как средство платежа, как мировые деньги и как средство накопления. В этот день все сотрудники финансовой и экономической сферы получили памятные подарки от главы Карагандинской области. Кстати, День финансиста имеет уже свою устоявшуюся традицию у банкиров Караганды. Мы отвечаем День финансиста традиционно, всем коллективам. Радуемся подвигам, которые мы совершили, достижениям, которые мы провели за прошедший год. Отмечаем лучших наших сотрудников, отмечаем лучшие достижения и, конечно же, с хорошим настроением. В преддверии празднования Дня финансовых органов и 20-летия национальной валюты в Казахстане налоговый департамент провел конкурс детских рисунков «Финансы глазами детей». В отборочном туре независимое жюри отобрало 15 рисунков со всего региона. Подробнее в сюжете Алины Акбаевой. В конкурсе участвовали дети сотрудников финансовой службы в возрасте от 3 до 15 лет. Здесь были представлены 124 работы со всей Карагандинской области. Рисунки были выполнены в различной технике на самых разных материалах. Пользуясь случаем, я хотел бы, конечно, поздравить всех работников финансовой службы в честь такого замечательного праздника, которое в нашей республике отмечается, пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия и достижения еще больших высот и побед на благо нашего государства. На рисунках то, как видят финансы самые маленькие. Здесь и непосредственные детские представления о том, что деньги – бумага, на которую можно купить сладости и фрукты. А были и совсем серьезные обличия купюр. Я нарисовала бессы. На одной чаше деньги, а на другой чаше ценности. У деньгей сегодня день рождения. Я нарисовал, как доллар приносит торт, а евро – подарок. Кроме того, был организован праздничный концерт с участием детских творческих коллективов. Победители наградили дипломами и подарками. Алина Акбаева, Жасулана Мандыхов, Марат Культенов, Первый Карагандинский В продолжение темы. В преддверии дня финансиста и юбилея национальной валюты корреспонденты Первого Карагандинского вышли в народ. Сегодня горожане рассказали, что нужно делать для того, чтобы эта самая валюта вводилась в кошельке всегда. Ответы записала Амина Смакова. На ручку монетки привязать, а на ручку от квартиры. И типа в доме деньги будут. Да, монетка на детонский сын. Там инвалиду надо кладить. Монетку. Надо заработать эти деньги. Знаю. Например, деньги не тратим. Деньги дома держим. Я их заработаю. Не знаю. Наверное, работать с предприятиями, чтобы все ровно было. Ну, монетка в кошельке лежит. Какие традиции? Чтобы я работал. Всегда у меня работа была. И у меня и дома, и деньги, и все будет. А я не верю в приметы. Нет, я ничего не соблюдаю. В принципе, никаких. У нас с мужем есть своя примета. Мы перед Новым годом покупаем фигурку, символу следующего года. И обязательно, чтобы на ней были денежки. И чтобы она была копилка. И вот когда бьют куранты, мы туда бросаем мелкие монетки. Пока не подводила. Всякие. Все, какие есть, мы соблюдаем. Какие есть? И лягушечка стоит, на которой пузыка почесать надо. Веник вверх. И на ночь не метем, чтобы деньги не выметать. И деньги дома должны переночевать, прежде чем мы их потратим. Поливаем денежное дерево. Привемся на рекламу. Не переключайтесь. Далее все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая. Долина Нанди. Долина Нанди. Прекрасный выбор за вами. Заниматься любимым делом и получать за это достойную плату. Что может быть лучше? Впервые в Караганде мы предлагаем углубленный курс менеджера по туризму и директорские курсы стартап в турбизнесе. Программа курса включает работу с клиентами, конкуляция индивидуальных туров, работу с готовыми турпакетами, документы оборот при оформлении тура, паспортно-визовые формальности, правила лицензирования и многое другое. Углубленное изучение позволяет работать сразу после окончания курса на уровне профессионального менеджера с опытом работы или директора турфирмы. По завершению курса выдается сертификат. Набор ограничен. Справки по телефону 97 47 42 8 702 155 98 00. Автокресло детям. В городе прошла акция по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Отметим, что в регионе за 10 месяцев почти на 7% увеличилось число аварий на дорогах, где пострадали несовершеннолетние. По данным статистики, в этом году в 108 дорожно-транспортных происшествиях погибли 11 несовершеннолетних. Одной из проблем на сегодня является правильная перевозка детей на автотранспорте. Она нуждается во всестороннем понимании как общественности, так и государства. Автомобиль сегодня есть во многих семьях. Вопрос, как к нему относиться. Неделя безопасности дорожного движения и покажет, насколько современный водитель понимает важность соблюдения правил дорожного движения. Для этого и вышли в рейд полицейские. Сегодня машины останавливали не только за нарушение ПДД, но с целью провести анкетирование. Оказалось, что практически все водители согласны с правилами перевозки детей в специальных креслах. Как вы считаете, детей в автомашине безопасно перевозить на руках, либо в автокресле? В автокресле. И какое место в автомашине самое безопасное для установки этого устройства? Мне кажется, задняя пульс. На передние сидения здесь, мне кажется, обязательно нужно использовать кресло. Как вы считаете, детей в автомашине безопасно перевозить на руках, либо в автокресле? Водители даже согласны, что штраф за неправильную перевозку детей более чем в 8,5 тысяч тенге можно и увеличить. Жизнь ребенка того стоит, но и отговорок приводят множество. Цель мероприятия – это обратить внимание общественности на последствия дорожно-транспортных происшествий. Реальная возможность защитить ребенка от аварий в машине – это использование детского удерживающего устройства. И вот самое эффективное из них – это, конечно, автокресло. Неделя безопасности дорожного движения продлится до 17 ноября. В этот день, согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН, будет отмечаться Всемирный день памяти жертв ДТП. За неделю полицейские области наметили провести целый ряд мероприятий в общеобразовательных школах. В Центре переливания крови сотрудники административной полиции будут безвозмездно сдавать кровь. Пройдет конкурс на звание лучшей автошколы. Главное, надо понимать, что с окончанием недели безопасности дорожного движения правила поведения на дорогах никто не отменит. И за их нарушения будем отвечать мы. Водители и пешеходы. А цена нарушений бывает очень высока. И исчисляется она, к сожалению, не только в денежном выражении. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Марат Кулкенов, Первый Карагандинский. Накануне Дня памяти жертв ДТП в Казахстане проводится акция, посвященная безопасности дорожного движения. Всю неделю сотрудники ГАИ активно беседуют с молодежью и рассказывают о своей службе. Уже с начала недели в Караганде представители дорожной полиции встречаются с учащимися и студентами различных учебных заведений города. На протяжении семи дней они рассказывают жителям шахтерской столицы о правилах безопасности на дорогах. По словам представителя правоохранительных органов Жаркина Кушубаева, такие встречи нужно проводить как можно чаще. «Молодежь – это наше будущее. Я думаю, из этих чисел студентов, я думаю, тоже есть люди, которые пойдут, наверное, по нашим стопам, будут полицейскими. Как вы знаете, универсальные теперь полицейские. Они им интересно полностью рассказали быт. Они интересовались именно, что можно делать, какие есть у нас полномочия». В рамках мероприятия предусмотрено проведение конкурса на лучшую автошколу города. Кроме того, в последний день акции всех водителей области сотрудники полиции попросят ездить с включенными фарами автомобиля. «Вообще, эта неделя безопасности связана с жертвами, которые попали в жертвы дорожно-трашных происшествий. В 2005 году Ассамблея ООН делала именно 17 числа днем жертв дорожно-трашных происшествий. Эта неделя конкретно приворчивается к этому дню». Николай Кровец, Жаслана Мандыков, Первый Карагандинский. Сегодня десятерых молодых карагандинцев призвали в пограничную службу КНБ. Торжественные проводы призывников вооруженных сил прошли в стенах Октябрьского отдела обороны. Поздравляли новоиспеченных солдат, ветераны вооруженных сил и представители духовенства. Подробнее в сюжете Алина Акбаева. Это уже третий осенний наряд призывников. Ранее отправили молодых ребят в Республиканскую гвардию и в МЧС. Призыв юноши во внутренние сухопутные войска пройдет до 25 декабря. В ряды вооруженных сил за осенний период призовут 120 человек. Нет, сейчас у людей обратно проснулось, как в духе нашего воспитания, что все хотят, все молодежь, отслужить. Потому что у нас с каждого года уже наряд сокращается. Казахстанская армия переходит по комплектации, по контрактнику, на профессиональный путь. И каждый уже старается отслужить, выполнить свой долг конституционный. Среди десятка призывников Арман Кожимукан. Ему скоро исполнится 19 лет. Вся его семья служила в силовых структурах. И даже у мамы есть военный билет. Вот и новобранец планирует в будущем продолжить карьеру военного. И хочет работать в Министерстве обороны Республики. Конечно, нужно этот долг каждого гражданина, как написано в Конституции. Тем более, я сам захотел служить. Как-то даже больше не за военный билет, а просто себе показать, что я стою посмотреть. Как-то выдержу ли я год, дали я дома или нет. Алина Акбаева, Габиден Куржбеков, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Впервые индийские слоны в Караганде. Животные приехали в шахтерскую столицу с большим варшавским цирком. Жителям и гостям города покажут грандиозное шоу. Организаторы обещают эксклюзивные номера, которые будут интересны не только детям, но и взрослым. Дженни и Магда – пятитонные гиганты. Почти сутки были в дороге. В Караганду они приехали с гастролей по южной столице. Старожилы. Им, кстати, уже 45 лет. Несмотря на длительный переезд, чувствуют себя хорошо и уже готовы удивлять карагандинскую публику. Ну, рацион начинается с утра с каши. Разные крупы готовятся к кашу. Потом сено, так как идет, ну, постоянно у них должно быть под хоботами, чтобы они постоянно должны жевать. Ну и так, в день идет, значит, на одну голову. 30 килограмм свеклы, 20 килограмм морковки, 15 килограмм сельдерея, 5 килограмм лука. Вместе с индийскими слонами Большой Варшавский цирк привез шахтерскую столицу верблюдов, леопардов, кенгуру, страусов, обезьян и других экзотических животных. К слову, горожане смогут увидеть и впечатляющие номера африканских акробатов, гимнастов, эквилибристов и клоунов. Программа перенасыщена животными, так что у вас в этот раз, карагандинцы, будут очень довольны и дети, и взрослые работают с животными. Не каждый цирк даже в России и то не может, так сказать, позавидовать тому, что вам привезли сейчас. Программа очень хорошая, очень сильная, очень темповая, она международная. Экзотические животные покажут невероятные способности, и артистизм вместе с дрессировщиками удивят карагандинских жителей. Еще одним специальным гостем станет клоун, который работает в стиле Чарли Чаплина и подарит хорошее настроение всем зрителям. Мы хотим пригласить всех карагандинцев и жителей области к нам на представление. Представление будет замечательное. Пройдут представления с 16 ноября по 8 декабря, по субботам и воскресеньям. Шоу «Добрых слонов» откроет свои двери в эти выходные. Караганда станет завершающим пунктом тура по Казахстану. Ранее цирковой коллектив уже побывал в Астане и Шемкенте. Алина Акбаева, Карат Рашидов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Allugal. На этом у меня все. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 4206-49. Звоните, если у вас есть интересная информация. Смотрите нас завтра в это же время. Всего доброго. Аман Сау Болонсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин